и всем здарова ребятки у микрофона как всегда свой play я продолжаю проходить мод под названием стать пионером новелла бесконечного лета властин саммар конечно же друг если впервые на канале подписывайся на канал прорывай лайкосик вот и скушаешь 5 просмотра птицы и погнали так скорее всего вот это сохранение все погнали в библиотеке женя как и всегда сидел за рабочим с том что считаем и в этот раз не спала вернее не имитировала сон имитировал как это часто бывало в предыдущих циклах увидев своих незваных гостей а вернее услышав их довольно громко прибытие она стала и вместо слов приветствия горкнул ниш не шуметь мне тут в библиотеке они в спортзале и не на сцене и не на улице и не и не заткнуться ли тебе к хуям и не дать ли уже сказать нам вдруг крепко выруглась юля вот это да уйдев и страшное лицо семена тут же добавил извини на меня больше всех бест в лагере видимо сильно она тебя взбесил комментариев к этому не нашлось что ты да как ты смеешь же не буквально выдавливая из себя слова не ожидал такого рода ругательства свой адрес судя по всему программа не предусматривала реакцию на них смену же было приготовиться к передаче данных жене как вдруг женя воскинула появившийся нет из ниоткуда электроник а ты еще что-то забыл сыроежкин электроник подошел к жене почти вплотную и не так близко пытался она отпрянуть жизнь послушай мягко заговорил с электроник семян юля внимательно следили за происходящим не вмешиваясь я бы никогда не сказал это под влиянием программы но сейчас я сделаю это же не ты нравишься мне нравишься мне с первого дня здесь пусть нас и дурили насчет того кто мы но от этого ты не перестал мне нравится это признание он со он оглашал крайне напористо же ты действительно очень не нравишься опять куколские моды пошли вопрос будет хоть один год который не куколский это точно сработает последний пионер затрата семена был освобождала программа движение на мгновение ослабил и чуть не не упал на электр но электроник подхватив и и помог устоять на ногах по его лицу невозможно бы он не заметить что он искренне ждала дженни положительного ответа на свое признание какого хрена вырвалась у нее эти уроды сделали меня собирательным образом библиотекаря что за ересь вашу мать она стукнула кулаком по столу да что за шутки по их мнению библиотекарь должен быть таким вот отвратным социопатом с которым все даже общение избегают электроник поспешил ее поддержать они больше ничего с тобой не сделают и не будут решать какой ты будешь забудь об этом образе женя все старалась менять свою злость для этой я такое для этих людей шикна решаю мало той точно не покажется всем семён кивнул ей в ответ знак того что он ее услышал нет ты одна хочешь этого поверь ступай на площадь мы все вместе примем решение насчет того как поступим с людьми с удовольствием женя повернулась к электронику и улыбнулось ему чего раньше ни разу не делал парень был этому рад как никогда раньше спасибо что освободил меня сереж сказал она в несвойственной для себя очень мягкой манере еще и так ласково назвал сыроежки электроник смущенно улыбнулся ей в ответ и я я услышал что ты мне сказал теперь же смущалась сама же мы обязательно с тобой о нас поговорим чуть позже конечно семья никак не смог удержать улыбку наплывшую на его лицо это было и такая непроизвольная реакция на столь коротким его разговорчик следующий момент все четверо поспешно покинули библиотеку когда себя юля пришли на площадь там была самая настоящая столпа туалет немалая долба пионеров оживлены и бурно голодила переговариваясь о всяком семян юля были более чем уверены что здесь собралась собрались вообще все пионеры лагеря и судя по количеству подключенных андроидов не сети все они были уже пробуждены все 70 пробуждение как ожидалось пошло гораздо быстрее когда за него взялись ребята из отряда семена уже вопросов об этом славе у которой все он пробудил первый процесс был ускорен во много раз а уж об участии всех остальных ребят в этом и говорить было нечего можно было сказать что на этой ноте первый этап освобождения андроидов семёнка был с успехом завершён проанализировав все все эти все текущее положение в целом семён довольно быстро сообразил что нужно было делать нужно было раздобыть один очень ценный ресурс информацию об общем враги андроида в северном киберграде имеется ввиду как можно больше секретных сведений о корпорации доступных только ее сотрудникам из которых не был в памяти андроидов на лодца и зверь бежит и семена смог довольно быстро взглядеть в толпе славе он решительно подошел к ней очень это нам очень помогло всем скандал эти слова не вслухо перед дал по внутренней сети андроидов как голосовое сообщение у людей это зовется телепатией функция оказалась крайне удобной я очень старалась проводить как можно больше наших все остальные тоже в этом преуспели как видишь отлично семена еще раз соблюдил всю толпу чтобы убедиться в правдивости этих слов ты уже придумал что делать дальше все ребята ждут решения именно от тебя это ведь ты пробудился первым какая честь усмехнулся семён про себя пока еще не придав этим славам славе весомого значения в тот момент вспомнил у кого можно выбить хоть немного полезной информации о лагере корпорации давай допросим ольгу дмитриевну это еще зачем в памяти всплыло место где очень вероятно андроиды смогли бы много узнать о корпорации да и о мире вокруг в целом она наверняка знает где находится 17 завод киберграда на свете там всех создали ты про кузнецу именно жаргонное название завода почему-то нравилось именно больше спира нам нужно изучить нашего врага там мы это и сможем сделать наших воспоминаниях корпорации есть мало каких сведений о кузнице да и юля владеет очень немногим их количеством когда она сбежала сюда она конечно имела доступ ко всей информации о нации о лагере но вся она хранилась на специальной консоли юля говорила мне что и не удалось всю эту базу данных скопировать себе на какой-нибудь носитель и поэтому она стала переписывать только малую часть данных вручную и успела она только переписать сценарий сделать насколько несколько снимков карты лагеря ну что же тогда твое предложение вполне неплохо да я в окружающем мире тоже был бы неплохо больше узнать думаю в кузнице будет возможность и для этого тоже нашей памяти база знания мире очень ограничено все он более подробно посмотрел на по интерфейсу различные свои функции да а еще мы не можем подключиться ко всемирной паутине что было бы полезным что-то блокирует нам доступ к ней а на данный момент надо бы эту проблему решить но ты думаешь ольга дмитриевна просто так нам об этом все расскажет свин чуть бы не изобразил злорадную улыбку но сдержался и никуда будет деваться будем надеяться что прав тогда я соберу наш отряд и пойдем поддержим для нее сперва таким образом целостность этой иллюзии пионер лагеря для эффекта нежности хорошо все набернулся к юли которая все это время стояла позади него мы идем к твоей сестре сказал ей ты сможешь я забрать сюда как хотела но сперва мы расспросим ее о том как нам найти всю нужную информацию о киберграде и вообще обо всем о чем мы захотим узнать или слегка погрустнее дай мне это сделать распросить ее промолвила она я думаю она послушает меня по крайней мере я на это надеюсь я постараюсь на нее как-нибудь повлиять если он понимающий посмотрел на девушку он понимал что сейчас нет времени на семейные драмы но и в то же время постарался одеться к предложению юлис с пониманием надеюсь у ольги не принесла сена к нибудь ампусть ядом воротники страховка отлички информации всеми со своим отрядом июля дружно подошли к домику ольги дмитриевна пионерам было жутко интересно как вожатая поведет себя узнав что андроиды перед которыми она отыгрывала свою роль теперь все раскусили пытается ли она сбежать позовет на помощь может попробовать вступить с ними в бой прямо как в главе один против тысячи из приключений барона хаузена а может она и вовсе кинется бежать увидев прибывший к ней отряд но вероятнее всего она просто продолжит отыгрывать свою роль будет включать дурочку как это принято говорить всем подошел к домику вожатый быстрее всех услышал до нас еще туда дневный женский голос подождите чуток передавал голосовое сообщение всего отряда ребят остановились а юля спряталась позади усилил чувствительность своих слухов и ксеносеров прислушившись к доносящемуся изнамико голосу кому этот голос принадлежал даже не нужно будет догадываться что значит пока еще не известно что говоришь точно разожженным голосом юлия просто не могу узнать сколько мне ищут отчаять на этом ебучем полигоне с этими долвоебскими кухонами я уже заебалась тут играть в этой дебильной пьесе про пионеров и для этого устраивалась киберград последовала мне маленькая пауза символ слегка у девушек мата из устойки на землю эти слова от нее он слышу впервые я не сильно резонули ему сух а ну займись продолжалась укушительная вожата еще этот гребаный корпорат задумали это пиздец совсем там что ли поплыли почему вы заранее предупредили о том что андроидов надо сегодня деактивировать я должна сначала об этом повести твиолу она же на полигоне главоператор а тут начальник я просто худею с вас короче ничего больше не знаю я дорабатываю эту блять смену и увольняюсь к херам и мне похер что там скажет лазарев пусть идет на все четыре стороны и только попробуйте меня сука не рассчитать злобный рог отважатый прекратился и в домике послушая быстро приближавшиеся входной разрешение все мгновенно среагировал отшел от двери зад встал рядом с отрядом ольга дмитриевна вышла из своего домика слегка покрасневшим лицом видимо покраснела во время того гневного разговора непонятно с кем будет свой ответ на удивленность его двери ребята вы чего тут делаете спасибо на явно не ожидая увидеть их здесь сейчас даже линейка сейчас будет и за нее ничего дорогуша выключил семена мыслях сценарий ведь не скажет что вы должны прийти сюда в это время да еще и всем отрядом как семена подозревала она продолжила отыграть свою роль вожатый даже несмотря на то что это отчертело когда сама сказала правда сказала несколько другими словами продемонстрировав свое мастерское владение вел вел великим русским матом сердце уже пошел славесную атаку решивно скрыть все карты вы слушаем ваши жалобы касательно того как вы сами надо его работать к нему тут же присоединилась славя еще мы хотели бы узнать с какой-то радостью вы захотели нас деактивировать с чего вы взяли что это вообще у вас получится сделать добавила злобная мига сеанс непривычным щеки покосился на нее впервые узряв с ее злой он как и все видео я такой впервые все ну как и всем пионерам еще предстояло привыкать к восприятию друг друга без программы но для них большого труда это не составит и много времени вряд ли займет выслушав эти словесные атаки от своих уже бывших подопечных ольга дмитрина стала выглядеть как крыса загнана в угол она уже и сама понимала что сценарием тут и не пахнет мне это было заметно а чем вы это ребята что я вас не особо понимаю так и будешь дурочку отыгрывать мгновенно сценарий семён по его мнению поступила на очень предсказуемо заканчивается спектакль вдруг выкрикнула юля выходя вперед из столпа пионеров глаза ульги дмитриевны чуть бы они вылезли из орбиты когда она увидела юля ты что ты тут делаешь полета резко перешла на повышенный тон очень такой же таким она говорю с кем-то в домике она явно была мягко говоря не рада появлению юли пришла чтобы тебя дуру спасти из лапы этого объединения идиотов и извращенцев под названием киберград юля высказала это ей в ответ не менее повышенным тоном потому что ты моя сестра и отличие от тебя я об этом помню так что этот вопрос нужно адресовать тебе какую хрен ты тут делаешь ольга дмитриевна окончательно перестал притворяться отыграть предназначенную ей роль теперь смысла в этом не было совсем ты все так и не меняешься как я вижу по-прежнему воспринимаешь простых тупых роботов за новую разумную форму жизни все никак не отпустит тебя это семейная тупость как нас эта душевная актриса назовала передава славе это сообщение всему отряду это провокация не обращай внимание тут подключилась лена долго еще это юля будет сопли жевать мы здесь за ответами они за наблюдением ванильного воссоединения сестер все нормально кучу ли я говори с ней дальше свое слово поспешу оставить и ульяна да мы уже быстро рассылали признание выпили за это время вациональный разговор двух сестер тем временем продолжался а ты у нас самая умная тут да да корпорация промыла тебе голову начать со своими стремлениями к совершенствованию технологий заманили тебя на этот полигон солидным гонораром и заставили заниматься полнейшей ерундой извращениями что были порождены их больным воображением ты сама это понять не смогла хотя просто используют для этой игры властелинов мира вернее пионер лагеря а ты инструмент тебя саму в корпорации наверняка даже за человека не считают именно тебя пофиг как и на виолу как и на вас тех работающих на полигоне как было пофиг и на меня пейнеры суши яростный монолог юли не могли не отметить насколько эмоционально сильно она вкладывалась в каждое слово андроиды здесь живые они и есть на самом деле новая разумная жизнь на планете и то что делает с ними корпорации нельзя назвать никак иначе чем рабство они заслуживают того чтобы быть рабами людей и уж тем более чтобы быть марионетками в этой дебильной пьесе что тут устроила корпорация ольга внимательно слушал все что высказывала есть и стра совершенно равнодушным выражением лица эти твари создали одного из андроидов которая была похожа на меня и ты ее прекрасно помнишь для меня это стало верхом человеческого идиотизма юля это заставило меня ощутить что на полигоне используют меня не ее тогда я и решил рвануть сюда и найти способ чтобы ее освободить у меня все получилось и она ушла сюда спасать от вас уродов теперь она свободна от программы и теперь а теперь и все андроиды тоже ольга фыркнула очень красивый писк умирающие мыши сказано надменно когда юль замолчала знаешь я всегда знал что ты очень странная с самого нашего детства ты вечно принимал неправильные идиотские решения еще и придерживалась еще и придерживаешься вечно каких-то притянутых за уши убеждений насчет того что у каких-то тупых машин может быть душа не пойму почему наши родители вечно были на твоей стороне хотя чему удивляться это ведь и не тебя всю эту херню впарили с детства весьма звонки шлепок ладони по лицу заставили ольгу прервать речь и схватиться рукой за щеку пощечину от юли она отхватила не слабую да сколько еще будет продолжаться послала меку новое сообщение отряду долго не еще будут кудахтать направив нас сестру свой гневный взгляд или прорычала заткнись мразь не смей говорить о родителях ольга все еще потирая щеку которая подвергнула шлепку от юли пыталась что-то сказать но тут уже получил вторую почечную которая когда еще сильнее это ты убила наших маму и папу ты сделала это ты глаза юли непроизвольно намокли эмоции немыслимо ее переполняли наблюдав за этим семью достаточно быстро догадалась в том что между сестрами помимо разных взглядов на андроидов имеются еще какие-то старые личные счеты разговор сестер уже напоминал словесную дуэль в которой победителем должен был стать тот кто громче кричит когда ты ушла из дома родители были невероятно сильно подавлены этим ты даже не можешь себе представить насколько сильно они бездумно за тебя переживали из-за чего ты ушла помнишь да из-за этого мерзкого похотелево журдия лазарева он тебе навешал вообще вечную любви о том что он тебе будет обеспечить что ты будешь жить как принцесса а ты появляясь на этот бред и ушла к нему на это что родители крайне не одобряли ваши с ним отношения они предупреждали тебя что ты ему нужна тупо как рабочая сила для кого-то своего дела не как жена или подруга а ты наговорила им гадости хлопнув дверью да в вашу же ногу раздраженного склянула тут нести алиса мы долго будем еще этот сериал смотреть и тут же поддержала женя я их сейчас сама обеих земле прижму и вытрясу все что они знают женя вытащу из кармана юбки канцелярский нож и длинусь к юлю которая стояла с которым спиной спокойно если он остановил ее не дури не будь как люди юля продолжил свою речь так тоже получается из наступия это те прими приманили сюда конфеткой и в итоге ты здесь на полигоне выслуживаешься перед корпорацией своим женихом который мимо себя ни одной юбки не пропускает еще участвуешь в издевательствах на андроидами переверя дыхание ольга смогла выпрямиться издомно устраивая свою сестру на ее щеках видневость огромные красные пятна ударов юли совсем мгновение она вымолвила ты тупая инфантильная соплячка ты ничего полный бред ты нихера не понимаешь дай мне попросил меня помочь в тесте андроидов здесь я согласилась на эту работу потому что мне сама действительно будет интересно да сейчас мне это уже надоело но это другое эти роботы просто машины так друзья я предлагаю сохраниться и продолжить в следующей серии так что прожимайте лайкосик подписывайтесь на канал если впервые с вами был всем удачи и всем пока пока